В Караганде чиновники, устраняя одну проблему, создали другую. По центральным улицам микрорайона Пришахтинск коммунальщики проложили трубы, но последорожно-ремонтных работ за собой не убрали. Теперь машины застревают, мамы с колясками не могут добраться до детского сада. А школьники меняют сменную обувь едва ли не на улице. Мои коллеги разбирались в этой проблеме. Улица Арман связывает жителей частного сектора с городом. А этот участок дороги местные жители уже давно прозвали злосчастным. Весной его топят паводковые воды, потому что он лежит в низине. И летом в Акимате решили провести ремонтные работы. Но после них дороги и вовсе не стало, говорят горожане. Тут раньше нормально было, но потом вот кабеля какие-то тянули, ремонт произвели, вот это все так и осталось. Сами понимаете, затрудненно проехать туда, вон к крайним домам там вообще. Теперь же люди буквально утопают в грязи. Они не раз обращались к местным властям, но чиновники только обещают восстановить дорожное покрытие. У нас была наезженная плотная земля. Вот и здесь же дорога идет, детский сад. Здесь ходят слепые в слепотку. Это самый короткий путь. И вот представьте, что нам сотворили. Когда они делали, мы здесь все ругались и говорили, насыпьте щебень. Потому что невозможно будет. Подняли вековую глину. И все, по нулям. Коммунальные компании объяснили необходимость ремонтных работ на этой улице. Сразу два района Караганды, Техновоку и Пришахтинск подключили к новой подстанции. При этом коммунальщики утверждают, что после ремонта они все восстановили. Данные работы окончены летом 2021 года. Необходимые мероприятия по благоустройству асфальтобетонного основания проведены в полной мере. А в местах отсутствия дорожного покрытия, где проводились земляные работы, произведена планировка грунта. Но почему же сегодня вместо дороги ямы и бездорожье? Акимат и коммунальщики перекидывают эту проблему друг на друга. Когда же устранят эту дорожную проблему? За ответом мы обратились в городской Акимат. Там заявили, что в этом году строительства и ремонт дорог точно не будет. Все недочеты будут устранены только после утверждения проектно-сметной документации. А это произойдет уже в следующем году. Будем подавать заявки. По мере выделения бюджетных средств будет рассмотрен уже ремонт дорог частного сектора. Дальше будет зависеть от рассмотрения депутатами, как депутаты решат. То есть на сессии Масейхата будет рассматриваться данный вопрос. Когда же начнется ремонт дорог? На этот вопрос у чиновника ответа нет. Реконструкцию улиц жителям частного сектора придется ждать ближайшие пару лет.